Добрый день! Сегодня заканчивается Шива по великому раввину современности Раби Моше Шапиро Зацаль. Пусть память о праведнике будет благословенной. Очень тяжело упоминать эту приставку к имени Раби Моше, поскольку для многих он был их близким учителем. Я не считаю себя близким учеником Раби Моше Шапиро, но поскольку я учился какой-то период времени в него в колле, то очевидно, что и на меня он произвел очень сильное влияние во всех его проявлениях, которые я смог оценить. Понятное дело, что наша оценка Раби Моше может сравнивать разве что с оценкой Лилипутовым и Гулливера. Мы совершенно не можем представить всех масштабов этой личности в Торе и всех его масштабов служения Всевышнего. И поэтому мне бы хотелось сказать о нем несколько слов, именно словами его Тора. Раби Моше ушел 10-го ТВ-та, день, про который он сам на уроке нам говорил, что это Йом-Рогазь, день сердитости Всевышнего сердца в этот день. Самый строгий пост, он никогда из всех постов, постановленных мудрецами, он никогда не отодвигается. Постятся его даже в пятницу, кроме субботы. И только в субботу этот пост переносится. Сколько я помню, может даже не выпадает на субботу. Но в пятницу постятся его, в отличие от всех остальных постов, которые переносятся на четверг. И Раби Моше объяснял нам так, что в чем суть этого дня, 10-го ТВ-та. Он говорил, что есть три основных момента, которые упоминаются. Это смерть пророка Эзры в этот день, или близко к нему. Это окончание эпохи пророков. Пророк Эзра или пророк Марахи, один и тот же человек, по словам Геморы в трактате Мигила, это был последний пророк. После этого нет общения напрямую между человеком и Всевышним. Всевышний не сообщает человеку информацию напрямую. Человек не получает от Всевышнего даже аллегорически информацию. Есть какие-то определенные другие каналы, но понятие пророчества закончилось. Тура была переведена на греческий язык второй момент. И Раби Моше объяснял, что, как говорит Гемора, Тура не может быть переведена полностью. Всегда все нюансы не могут быть переданы в переводе. И поэтому он говорил, что это проблема, что Тура как бы загоняется в рамки. И еще этот день, когда была пробита стена Иерусалима, когда Иерусалим попала в блокаду и в осаду. Иерусалим была взята в осаду, не была пробита стена. Иерусалим была взята в осаду и в блокаду. И это тоже новая стадия. То есть, святое место Иерусалим, которое никто не мог представить, что оно будет в этом состоянии, оно попало в ограничение. Итак, познание Всевышнего попало в ограничение, его больше нет. Человек не может получать информацию непосредственно от Всевышнего. Тура тоже была загвана в какие-то рамки. И Иерусалим – место, где соединяется этот мир с миром духовным через храм. Это место было взято в осаду и в блокаду. То есть, Равома еще говорил, что это день, когда сокрытие лица Всевышнего перешло на качественно более сильный уровень. Это день, когда все, что связано с познанием Всевышнего, все было загнано в какие-то рамки, в какое-то прокрустово ложе. Поэтому этот день, он такой серьезный, такой существенный. День 10-го ТВТ. И эти слова как можно максимально точно выражают то, что произошло после смерти Равома-Мэша. После того, как ушел этот человек, Тора, которую он прояснял, для очень многих болей Чува, людей, которые возвращаются к соблюдению Торы, очень много тем он брал и поднимал проблемных, которые требовали донесения до умов, до душ людей, которые не были с ними знакомы, которые не выросли в этом. Именно Равома-Мэша находил тот интеллектуальный, тот мощный подход. Именно он начал этот путь, что супергигант Торы преподает начинающим. И с его смертью это новое качественное сокрытие лица Творца. Уже невозможно будет сказать, что Тора проясняется каким-то таким гигантом, как был Равома-Мэша. Видите, я даже не нахожу слов, как четко сказать, потому что в Равома-Мэша Шапира больше нет, поэтому, наверное, самое лучшее, что мы можем сделать, это промолчать. И надеемся, что Всевышний как можно скорее даст нам заслужить, увидеть всех тех, кто ушли от нас. И наступит момент воскрешения из мертвых. Равома-Мэша был похоронен на Агар-Зайтим, на Масленичной горе. Оттуда, по нашему преданию, мертвые станут скорее, быстрее всего. Будем с нетерпением ждать. Большое спасибо.